Аким области Ермек Маржикпаев провел прием граждан. Об этом через несколько минут расскажу вам я, Зарина Жунизвекова. Стоимость мяса заметно подорожала. Жители бьют тревогу. Об этом подробнее расскажу вам я, Зарина Беккалиева. Владельцы большегрузных автомобилей бьют тревогу. Цены на дизельное топливо выросли вдвое. Глава государства Касымжумар Тукаев выступил с видеообращением на глобальном пленарном заседании «Мировая энергетическая трилема-2021. Баланс компонентов, навигации, изменений по энергетическим зонам» в рамках Всемирной энергетической недели и 14-го Евразийского форума «Аказ Энерджи». Президент поддержал организацию Всемирной недели энергетики, которая впервые проводилась в Центрально-Азиатском регионе. Казахстан полностью поддерживает глобальные усилия по борьбе с изменением климата и цели Парижского соглашения. По словам президента, новые технологии требуют перехода от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам водороду и ядерной энергии. Касым Жумар Тукаев отметил, что в соответствии со своей политикой правительство разрабатывает ряд национальных проектов, которые будут способствовать продвижению таких ключевых направлений, как производство энергии, рациональное использование, цифровизация и устойчивый экономический рост. Казахстан «Я mandated the government to reach a 15% share of renewables in energy generation by 2030. So far, around 2,000 megawatts of the renewables have been commissioned, and Казахстан is well underway to reaching this goal. But to reach carbon neutrality, committing to the renewables, is not enough. Министерство по чрезвычайным ситуациям финансирует строительство плотины на реках Аюсай, Аксай и Хоргос в Алматинской области. Юрий Ильин, присутствовавший на приеме у президента, отметил, что приоритет будет отдан защите населенных пунктов. За два года в стране произошло более 9 тысяч чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Спасатели сохранили жизни более чем 9 тысячам человек. Эвакуировано 10 тысяч жителей. Касым Жумар Тукаев связался с Владимиром Путиным по телефону и поздравил с днем рождения. Президент Казахстана пожелал коллеге успехов на отечественной государственной службе, на благо народа России. Касым Жумар Тукаев высоко оценил вклад Владимира Путина в укреплении стабильно развивающихся двухсторонних отношений в духе добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. Выявлено неэффективное использование средств, выделенных из бюджета на предотвращение пандемии. На борьбу с эпидемией из бюджета были выделены огромные средства. Эти средства в основном были направлены на лечение и обеспечение больных медицинским оборудованием и надбавку к заработной плате врачей. Минфин разоблачил ряд нарушений при выплате надбавок медицинским работникам. Статистика по COVID-19. На 7 октября 2021 года в мире зафиксировано 271 072 новых случаев заражения коронавируса. В Казахстане за последние сутки выявлено 2063 человека с положительным ПЦР-тестом. В Алматы – 423, в Нур-Султане – 281, в Алматинской области – 197, в Карагандинской – 172, в Павадарской – 140, в Восточно-Казахстанской – 140, в Североказахстанской – 108, в Актюбинской области – 111, в Костанайской – 97, в Западноказахстанской – 70, в городе Шимкен – 68, в Акмолинской области – 67, в Атраусской – 57, в Жамбылской – 46, в Туркестанской – 43, в Казалардинской – 39, в Мангастаусской – 10 случаев. Маски и социальная дистанция все еще актуальны. Главная задача – не допустить распространения коронавируса. Медики призывают казахстанцев соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. Аким области Ермик Маржикпаев провел прием граждан. На встрече жители затронули и наболевшие вопросы. Глава региона дал поручение компетентным органам и должностным лицам, которые рассмотрели пути решения всех проблем, озвученных на приеме. Индира Нурмагамбетова в одиночку воспитывает троих несовершеннолетних детей. Сама, как сирота, с 2013 года стоит в очереди на жилье. Несколько лет назад семье Индиры предоставили временное жилье, однако, по ее словам, договор аренды не был заключен. Мне выдали временное жилье в 2019 году. Договоры у меня таки не составлены. Договоры тут нужны для того, чтобы я могла быть прописана там. Я уже неоднократно обращалась в Акимат. Глава региона поинтересовался у Акима города, что мешает решить вопрос. По словам Болжана Гайсы, квартира, в которой живет Индиры, не находится на балансе Акимата. Местные власти заверили, что в ближайшее время ей предоставят другое жилье. Ерика Убакиров, уроженец села Канайби, приехал по просьбе своих земляков. По словам пенсионера, сельчане хотят установить мемориальную доску с именами ветерана Великой Отечественной войны. Они даже собрали для этого необходимые средства. И если выделят для этого землю, то начнутся строительные работы. К приему граждан в режиме онлайн был подключен Аким Зерендинского района Сенджик Сылыков. Он сообщил, что до 9 мая вопрос будет решен. Директор Республиканского реабилитационного центра Бурабая Сатар Абдегулов намерен обеспечить жильем жителей района. Детский санаторий выложить без курки для котельни. Мы еще в начале лета министру написали о целесообразности в рамках развития Щучинско-Бурабской курортной зоны земли данных объектов, простаивающих для Акимата. Там мы предполагали за счет текущего ремонта жилье сделать. Но так как Акимат района нам предоставляет 1 гектар земли, у нас 30 семей нуждаются в жилье, в улучшении, в острове нуждаются. Поэтому если нам Акимат равнозначно предоставит нам землю, то для 10 семей могли бы решить жилищные вопросы. В целях создания доступной среды жизнедеятельности для лиц с особыми потребностями проведена паспортизация и адаптация 1672 социально значимых объектов. Из них 22% приходится на объекты образования. В настоящее время в области проживают 28 678 лиц с ограниченными возможностями. 50% из них имеют особое нарушение в передвижении и нуждаются в создании беспрепятственного доступа. Это передвигающиеся на кресла-колясках, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. Основной целью проведения паспортизации явилось составление анализа по каждому объекту для создания доступа на социально значимых объектах. Стоит отметить, что доступная среда – это комплексная программа. Недостаточно сделать только пандус для колясочков. Необходимо оснастить объект с видами доступности для всех категорий. Это и для слабовидящих, и для слабослышащих, для людей с нарушениями опорно-двигательных функций и других маломобильных групп населения. В рамках реализации дорожной карты утверждена областная региональная группа общественного контроля адаптационных мероприятий на объектах социальной инфраструктуры. В ее состав вошли представитель филиала партии Нуротан, специалисты Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Акмолинской области, Управление государственного архитектурно-строительного контроля неправительственных организаций. Утвержден график проведения мониторинга. Департаментом комитета труда, социальной защиты и миграции по Акмолинской области в пределах своих полномочий осуществляется государственный контроль и надзор по обеспечению доступа лиц с инвалидностью к объектам. социальной инфраструктуры. По итогам 2016-2021 года департаменту было проведено более 300 проверок. В регионах утверждены планы по мероприятиям в рамках месячника по поддержке пожилых людей или с инвалидностью. В качестве предоставления мер дополнительной поддержки за счет бюджетов районов и городов запланированы выплаты единовременной материальной помощи более чем 25 600 отдельным категориям граждан, в том числе пенсионерам с минимальными выплатами. Александра Гауэрт, Марат Ахмеджанов, Жамбул Балтаев, Кокщак, Парад. Цены на мясо выросли в среднем за 8 месяцев на 7,4%. Какшитауцы бьют тревогу, заявляя, что стоимость и других продуктов стала не по карману. Пенсионерам, 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 допустим, уже и не по силу взять это. Пенсия маленькая. Ну, что поделаешь? Будем без мяса, на молоке, на рожках. Стоимость килограмма конины варьируется от 3000 тенге и выше. Говядины – более 2500 тенге. А вот баранину можно найти по 2000 тенге за килограмм. Мясо птицы – свыше 1000 тенге. Что называется, цепочка от поля до прилавка только в части стоимости. Засушливое лето стало причиной дефицита кормов. Ввиду этого цены на сельхозпродукцию подскочили вдвое, плюс логистика. А вот предприниматели связывают рост стоимости мяса с большими расходами крестьянских хозяйств. Мясо дорожает из-за того, что, видите, кормов нет. И поэтому поставки прекратились. Ну, так тяжело с поставками. Будет еще, говорят, еще дорожание. Нецелесообразно держать лошадей. Говорят, воровство идет сильно и кормов нет. То есть, такую лошадь, чтобы выкормить, очень тяжело. Цена была в начале года где-то по 200-2500. Сейчас она подорожала на 500 тенге, по 3000. Каза отдельно продается 4000 килограмм. Мясо все по 3000. Шужуки 3500 отдельно. В наборе все цена одна по 3. В среднем цена начинается от 25, заканчивая 32. Специалисты областного управления предпринимательства и промышленности утверждают, что каждый бизнес-субъект может самостоятельно устанавливать цены отдельных товаров. Предприниматели вправе устанавливать на свои товары любую цену. Кроме тех случаев, когда на нее установлена предельная цена государством, либо в договоре поставки прописана предельная торговая надбавка. Вот эти два случая. В остальном, они свободно устанавливают на свои продукции любые цены. В соответствии с балансом спроса и предложения. Мониторинг, конечно, ведется в магазинах и на рынке города. Здесь, конечно, большое влияние на рост цены на мясо. Соответственно, оказал рост цен на корма, который произошел буквально с прошлого года. И в настоящее время он продолжается. Основной это вот такой фактор. По дальнейшей стабилизации будем содействовать тому, чтобы мясо на рынок поступало без посредников. Но в основном, конечно, это все зависит от сельхозпроизводителя. Для стабилизации цен в области проводятся ярмарки. Продукция предоставляется на 10-15 ниже рыночной стоимости. Так, килограмм говядины и баранины здесь реализуют по 2000 тенге, а мясо птицы по 850 тенге. Зарина Беккалиева, Гульмира Аманбаева, Марат Ахмеджан, Кокшак-Парад. Повышение цен не обошло стороной владельцев большегрузных автомобилей. За последнюю неделю цены на дизельное топливо выросли вдвое. Поскольку вопрос напрямую касается их работы, перевозчики бьют тревогу. Гайса Жакетов из Кокшито управляет КамАЗом уже 20 лет. По словам главы семьи, это единственный заработок на жизнь. Перевозчик бьет тревогу. Практически неделю заказы не поступают, а деньги, соответственно, заканчиваются. Причина – рост цен на дизельное топливо. Цена вообще поднялась сумасшедшая. Сейчас, во-первых, она поднялась. Во-вторых, ее нет. Нам не даются яркую за наличие. Они только за талон. На талон крупные фирмы заправляются. Мы вынуждены простаивать. Вот уже неделю стоим. Люди приходят, спрашивают. Вот туда ввести груз. За счет того, что поднялась солярка, мы подняли свой цены. Раньше мы ездили по 400-500 километров. Сейчас мы вынуждены поднять где-то до 800 километров. Потому что ниже нам смысла нет работать. Мы также подняли цены. Но люди с этим не согласны. Если, например, мы продолжим придерживаться старой цены, то будем работать только на топливо. Сейчас у перевозчика застой. Как кормить детей, семью, мы не знаем. Владельцы больших грузов бьют тревогу. По словам специалистов областного управления предпринимательства и промышленности, ремонтные работы ведутся на одном из трех заводов страны. Соответственно, возник дефицит дизельного топлива. Как следствие, выросли цены. Было такое предложение. Сминэнерго поступило о том, чтобы работать с заводами-производителями Российской Федерации. Поскольку один из наших заводов становится на ремонт. Соответственно, продолжают работу только два завода. И, соответственно, есть некоторый дефицит дизельного топлива на внутреннем рынке. Пока что неизвестно, когда и в чью пользу решится вопрос в министерстве. При этом число недовольных с каждым днем становится больше. Зарина Женисбекова, Иван Однорог, Фариза Сылбекова, Павел Соловьев, Берег Манап, Кокщакпара. Молодежь Кокшетау провела встречу в формате TEDx. Тема профилактика коррупции. Руководитель областного департамента по противодействию коррупции Арман Рахимов отметил важность формирования антикоррупционной культуры среди подрастающего поколения. Выступившие спикеры озвучили основные направления антикоррупционной политики страны и обменялись своими мнениями по этому поводу с молодежью. Из выступлений можно было четко услышать призыв к борьбе с этим социальным злом, препятствующим успешному развитию страны, укреплению ее экономического благополучия. На вас возлагаются большие надежды. Если мы, старое поколение, еще немножко у нас взгляд зашорен, еще и старыми номенклатурами, советскими определенными вещами, целостями, то новое наше поколение, оно должно уже воспитываться в духе патриотизма. Осознание того, что мы независимое государство, что мы свободны от всяких проявлений коррупции. Мы нечем, как независимое государство, определенные обязательства перед международным сообществом. У нас подписаны соответствующие международные, мы являемся участниками многих международных организаций. Отметим, Казахстан присоединился к международной организации, стал ее 50-й по счету странной участник. Это союз государств, объединяющихся в борьбе с коррупцией. В рамках формирования антикоррупционной культуры в Кокшетавском университете имени Шаканова-Лиханова функционирует студенческий парламент. Недавно активная молодежь провела специальную квест-игру в этом направлении. С 7 января по 26 февраля у нас в университете проводился первый в Казахстане антикоррупционный квест-игра, антикоррупционный квест-игра, антикоррупционный квест-игра. С начала этого нового учебного года мы начали очень активную работу. И начали этот год с того, что организовали комиссию по заселению в общей грите, рассматривали сотни заявлений. Она рассматривала особенно те, которые, те студенты, которые очень сильно нуждались в общей грите в связи с какими-то семейными настоятельствами. Организаторы на одном уровне пообщались с молодежью. Молодежь, в свою очередь, продемонстрировала открытую игру. В этом и особенность встречи в формате TDX. По итогам встречи студентам, проявившим активность, вручены сертификаты академической добропорядочности. Иван Однорок, Гульмира Аманбаева, Павел Соловьев, Амир Куйшибаев, Кукчек, Парат. Лаборатория высокотехнологических исследований входит в состав испытательного центра филиала «Национальный центр экспертизы». Исследования проводятся на высокоточном лабораторном оборудовании квалифицированными специалистами. На данный момент лаборатория высокотехнологических исследований оснащена высокоточным оборудованием с высокой эффективностью проведения исследований. Приоритетным направлением в работе является проведение мониторинга пищевых продуктов и товаров народного потребления, испытания по подтверждению соответствия продукции для получения свидетельства государственной регистрации, освоения современных методов исследования и обеспечения достоверности проводимых лабораторных исследований. Оптико-эмиссионный спектрометр ICP-9820 является нашим новейшим высокоточным оборудованием. Оно было установлено в ноябре прошлого года с участием московского инженера. Оно предназначено для определения более чем 50 токсичных элементов, таких как свинец, кадми, мышья, карту, тух, хром из объектов окружающей среды, например, природных вод, почв, растений, продуктов питания, парфюменно-космических средств. Высокоэффективный жидкостный хроматограф «Аджелин-1200» с фоуэрометрическим и спектрофотометрическим детекторами предназначены для анализа широкого спектра веществ и могут применяться для контроля качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, определения загрязнителей питьевых поверхностных вод, почвы. Проводится исследование по идентификации количественного анализа водорастворимых витаминов, пестицидов, микотоксинов, красителей, консервантов, бензопирина. Газовый хроматограф «Аджелин-6890» с пламенно-ионизационным детекторами и электрозахватным детекторами предназначен для количественного химического анализа органических и неорганических смесей веществ. Проводится исследование на определение содержания токсичных примесей в крепких спиртных напитках, качественный состав растительного масла и животных жиров, микропримесей пестицидов, пищевых продуктов, анализ состава пестицидов, гербицидов и других токсикантов, анализ содержания пестицидов, гербицидов и животных растений. Специалисты отделений принимают участие в республиканских международных семинарах и тренингах. Достоверность проводимых лабораторных исследований подтверждается данными межлабораторных сравнительных испытаний и результатами внешней оценки качества. В Кокшитау состоялась научно-практическая конференция со звучным названием «Ковид-19. Благоприятные условия труда, соблюдение противоэпидемического режима, социальная защита, гарантия безопасности и здоровья персонала», которая проходила при поддержке Казахстанского профсоюза работников здравоохранения АКНИЭД. В областном центре организована международная конференция с участием работников профсоюзов, профессорами и представителями медицинских организаций области. На повестке дня актуальная тема о здоровье и условиях труда медицинских работников во время пандемии. Мы ожидали более лёгкой пандемии, более эффективных мероприятий, но одна волна идёт за другой, поэтому нам надо каким-то образом консолидировать все силы и всё-таки побороть эту пандемию. И есть два направления. Первое направление – самое простое, дешёвое. Масочный режим и социальная дистанция. Второй вариант – это вакцинация. С момента введения карантинного режима из-за пандемии формируется чёткое направление в борьбе с COVID-19. К сожалению, несмотря на предпринимаемые меры, распространение инфекций среди медицинских работников пока не прекращается. На сегодняшний день в здравоохранении Казахстана проводятся различные мероприятия. С начала пандемии COVID-19 в прошлом году в стране были усилены мероприятия, программы направлены на развитие медицинской сферы, охрану здоровья населения. Пандемия, начавшаяся в марте 2020 года, унесла миллионы жизней на планете. А наши медицинские работники служили самоотверженно, независимо от опасности своего здоровья, своей жизни. Как отметили участники конференции, механизм поддержки медицинских работников должен быть устойчивым и прозрачным. Зарина Беккалиева, Марат Ахмеджанов, Кокщак-Парад. В Аршалынском районе 3977 пенсионеров. Большая часть из них – ветераны труда. В рамках месячника поддержки пожилых людей и инвалидов Аким района Айдар Байманов специально постил несколько семей ветеранов труда и вручил им подарки. Пожилые жители села Акбулак Владимир и Тамара Каркуновы выразили благодарность Акиму района Айдару Байманову, который также поздравил их. Наш Владимир Петрович – кавалер трех орденов и трех медалей. И еще пять медалей, вот уже казахстанские. В середине 1970-х годов Балтабай Смаилов работал ветеринарным врачом. В 1998 году он переехал в Аршалынский район и успешно продолжил свою деятельность. Сегодня пенсионер активно участвует в общественной работе. 91-летняя Александра Овсиенко много лет проработала в сфере медицины. Побывав в семьях у пожилых людей и ознакомившись с условиями их жизни, Аким района выразил слова благодарности старшему поколению за их труды. Благодаря представителям старшего поколения мы сегодня счастливо живем. Они работали, не покладая рук, воспитали достойных сыновей и дочерей, внуков и правнуков. Поэтому им надо быть благодарными не только во время праздников, но и каждый день. Пенсионеры всегда являются примером для достойного воспитания молодого поколения. Почет и уважение – самое малое, что мы можем выразить по отношению к людям пожилого возраста. В настоящее время 80% дорог Акмолинской области в удовлетворительном состоянии. Для достижения такого результата из бюджета выделены миллиарды тенге. Это результат достижений страны за годы независимости. С обретением страны независимости на ремонт дорог Акмолинской области выделяются значительные средства. Только в этом году на эти цели направлено 38 миллиардов тенге. По словам специалистов областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, каждый тенг потрачен целенаправленно, а помимо этого реализуется множество проектов. Одна из важных трасс – дорога от города областного значения Нур-Султан до села Будохса и Аршалынского района. Протяженность – 40 километров. На ремонт выделено 800 миллионов тенге. На эту сумму планируется отремонтировать 5,5 километров дорог. В настоящее время ведутся работы. Кроме того, в рамках программы развития моногородов на ремонт дорог города Степногорска выделено более 220 миллионов тенге. В целях развития курортной зоны на ремонт старых и строительство новых дорог в селе Бурабай из бюджета предусмотрено 367 миллионов тенге. На 2022 год поступила бюджетная заявка в республиканские областные бюджеты на ремонт дорог в Акулнском регионе. В 2022 году планируется до 87% довести дороги в хорошее состояние. Незавершенные проекты, начатые в этом году, планируются продолжить и завершить в следующем году. Все выделенные средства должны использоваться эффективно, поэтому мы следим за качеством проделанной работы, говорят специалисты управления. А если отремонтированные дороги будут некачественными, то подрядная компания обязана провести реконструкцию за свой счет. Зарина Жунисбекова, Фариза Солбекова, Павел Соловьев, Жамбул Балтаев, Кокшиахпарат. Кокши-Таус с обменной выставкой посетил Костанайский областной историко-краевический музей. Целью мероприятия является сохранение и популяризация историко-культурного наследия регионов Республики Казахстан. Костанайский историко-краевический музей – один из старейших в стране, создан в 1915 году. За это время сотрудники музея проделали огромную работу для развития и популяризации историко-культурного наследия. В рамках реализации плана мероприятий «Кокши-Тау. Культурная столица Казахстана-2021» вниманию жителей областного центра представлена выставка «Кут-Конган-Костанай». В этом зале представлены экспозиции. Это исторический зал, здесь экспонаты, которые составляют историко-культурное наследие нашей области. В этом зале здесь представлены работы, которые находятся в фондах нашего музея. Это работы и кустанайских авторов, это работы в том числе и знаменитых, именитых художников, основателей вообще изобразительного искусства, живописи у нас здесь в Казахстане. Здесь же мы вас знакомы с нашими достопримечательностями. В первую очередь это Новымский запамятник. Здесь можно посмотреть фото-выставку. В этом году Костанайская область отмечает свое 85-летие. В связи с этим на выставке представлены также и великие уроженцы региона. Удивительными экспонатами выступили редкие образцы минералов, уникальные археологические находки каменного века, эпохи бронзы и раннего железного века, а также оружие казахских воинов-батыров. Это бюст Айтпай Батыра. В XVIII веке он защищал родину от торжения джунгаров за независимость. Родился в районном центре Сары-Коль. В 2011 году в фонде нашего музея появился его шлем, а захоронен Айтпай Батыр в Туркестане в Афзолее Ходжи Ахмеда Эсауи. На выставке экспонированы раритеты музейной художественной коллекции, произведения основоположников и ведущих мастеров казахстанского изобразительного искусства, таких как Костеев и Шарденов. Музей сейчас является визитной карточкой Костанайской области, ведет огромную работу по обменным выставкам и по другим направлениям. Вот как раз сегодня мы находимся здесь, на Кокчатавской земле. Это очень хорошая возможность, предоставленная культурным работникам для расширения связей, обмена опытом, ну и представления своих музейных коллекций более широкой публике. Александра Гауэрт, Василий Вережников, Жамбул Болтаев, Кокчак Парад. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова